Друзья, сейчас без 28 вечера, мы все-таки собрались идти на просмотр квартиры, вроде погода нормальная, дождя нет, так что сходим, тем более недалеко от дома, пройдемся. Я, кстати, одела первый раз за зиму вот эту толстовку, которую я купила в Урбанике, чтобы вы понимали, блин, размер S, но она огромная на меня, я не знаю, просто видно сама по себе модель такая, и хорошо, что тогда в магазине, в принципе, мерила, прежде чем выбрать размер, потому что все вещи у меня были разного размера, вот курточка, которую я покупала, размер S, потому что как-то M была, ну, что-то тесновато, вот. А толстовочку я померила, M-очку, и поняла, что я вообще в ней утонула, утонула, просто утонула, я взяла S-очку, думаю, ну, S-очка ничего, и вот заказала, и я одеваю ее вот в первую. Блин, скоро, как говорится, весна и лето, я пока одела, но ничего. В общем, друзья, что там за квартира, какие впечатления о ней, я расскажу уже вам в пятницу. Ребята, вот хочу показать, это наш счетчик, да, квартиры, главный счетчик, то есть в нашей квартире, так как это деленка, у нас же есть свои счетчики, на воду и на свет, но это главный счетчик, то есть у нас вот такой вот в квартире отдельно, да, то есть это не на одну квартиру, я так понимаю, на нашу и вот на соседнюю. Так вот, так вот, вчера вот обнаружили вот это, здесь вода, провода, электричество, интернет, бейзик. Написали в группу, в Адбайт, наш написал, что крышу проверили, типа все ок, и в этой группе каким-то образом оказался вообще наш хозяин, раньше его там не было, он пишет, надо проверить то, надо проверить это, вот такие вот главные счетки. Вот у меня вопрос, кто этим должен заниматься? Ну, квартиранты, не дай бог, закоротнёт квартиры, свет, электричество, интернет, ну, вообще, я в шоке. А он сидит и указания там с другого города даёт. Да, ребят, всем доброе утро, утро, пятница, немного позже расскажу о квартире, которую мы вчера смотрели. Итак, друзья, немножко о вчерашней квартире, которую мы смотрели. Там, конечно, такой цирк, но изначально было понятно, что там что-то круто, напутанно и непонятно. Квартира Герцель, сначала было заявлено 37, потом оказалось 35. Третий этаж, мы что-то думали, что это предпоследний, оказалось, это последний, потому что первые этажи там идут макколиты внизу вот как бы домов. Поэтому третий этаж без лифта, соответственно, последний. Хозяин квартиры, это же хозяин, да, ты с ним переписывался? Не маклер, да, хозяин. Переписывался, да, но тут мужику нет. Я знаю, это был квартирант, походу. Так вот, когда Антон с ним переписывался, очевидно, всё было в том, что есть какая-то, так сказать, в кавычках, афёра наподобие нашего маклера, который нам по тому же принципу, видимо, сдавал. Спрашиваешь у него дополнительный вопрос, а он пишет, ну, примерно, дословно, как было? Приходи, договоримся, или что-то такое. Я говорю, это уже что-то ненормально. Типа, напиши, что, ну, как бы, зачем мы будем своё время тратить на то, что просто так ходить, смотреть, вряд ли договоримся. Ну, в смысле, что значит договоримся? Он не пишет подробности, отвечает невнятно, непонятно. То есть там на два сообщения он пишет одно слово. И к какому конкретно вопросу относится это слово лё, ну, типа, догадывайтесь сами. Изначально я сразу, я тебе говорила, что это делёнка. Я уверена была в этом. Вот, в объявлении тоже было написано, что квартира 3 800, там что-то надо было бы платить арно, но за ватт я не помню. Было написано, нет? За парковку тоже странно. Где-то написано нет парковки, где-то написано, то есть разные объявления, то есть на разных сайтах, в смысле, объявления одно и то же, но на разных сайтах и разное содержимое объявления. Вот, пошли мы, значит, смотреть. Естественно, парковки нифига никакой нет. С учётом того, что это центральная улица города, Герцель, центр. Окна выходят на Герцель, там, где шумно, капец как. Да, он только на меня посмотрел с удивлением, что-то я такое сказала. Дальше. Естественно, мы поднимаемся на третий этаж, последний. А подъезд ничего, по сравнению с тем, которые я снимала первого. Здесь я даже ничего не снимала, потому что не выживаю в этом никакой необходимости. Подъезд ничего такой, свеженький. Ступеньки опять такие же, огромные пролёты. Открывает нам, значит, сосед по квартире. То есть, зелёнка сразу же это видно. Я такая уже сразу думаю, всё понятно. Мы заходим. Заявлено было, что две с половиной, да? Да, две с половиной комнаты. То есть, салон. Потом, значит, одна спальня, с которой идёт туалет, санузел, который просто ужас там, что там. И ещё одна, как бы, типа спальника, в которой нету ни форточки, ни окошка даже самого Манюсенького. Нигде ничего. Абсолютно глухая комната. Ну, такая комната подходит, допустим, для гардеробной. И, естественно, Мазган один на всю квартиру. Типа после такого косметического ремонта. Даже не особо было всё убрато, но... Да ладно. В общем, полная жесть. И этот, значит, второй сосед, когда у него начали спрашивать, что это же делёнка, типа, чё по Арноне. И он что сказал? Не надо платить. Ну, сказал, я не плачу. Что он ещё сказал? Не спорю, ничего больше. Я уже просто тоже не помню, уже в голове всё перемешалось. Ну, короче, конкретно всё понятно, всё это... Просто недалеко от дома прошлись, глянули. Но я на 99% была уверена, что это первое, что это делёнка. Второе, то, что хозяин, ну, аферист. Вроде нашего, так сказать. Аферист в том плане, что обманывает. Обманывает заведомо. А для меня это сразу, как бы, нечестно и всё такое. Что-то я ещё хотела добавить. А, хотела добавить. Я же, когда мы вернулись домой, начала смотреть уже сама квартиры. На Ядштайм зашла. Потому что как-то на Фейсбуке уже вроде всё промониторила. Захожу, значит, на Ядштайм. Начинаю просто мониторить. Недалеко от нас. И мне высвечивается, что наша квартира. Наша квартира... Тоже всё написано, короче, как будто, я не знаю... Брехня на брехне. И то, что парковка есть. И то, что заселение, точнее, 4-го, 0-4-го. У нас договор, что мы выселяемся 6-го, 0-4-го. Если мы следим раньше, ну, это такое дело, знаете. Как бы, там написано заселение 0-4-го. 0-4-го. Потом, значит, Арнона за 2 месяца написано 210. Сфига-то ли, непонятно. Потому что 420. В общем, всё один в один. Когда искала я квартиру, и я её нашла, было всё написано вот один в один. Кроме единственное, что он написал правду насчёт Ватбайта в этот раз. Тогда было не написано, и он сказал, что она входит в цену, в стоимость. В общем, как-то так. Так что, да, надо быть очень-очень аккуратными. Не знаю, я тоже вчера несколько квартир понаходила по объявлениям. Надо обзванивать. Сегодня, блин, пятница. В общем, будем думать и смотреть дальше. Так что, вот так вот, друзья. И ещё такой момент. Я думала, что нам рано смотреть. В принципе, мне так и Маклера говорили, там, с 1 марта пиши. Вчера я квартиру начала находить уже со средины апреля, конец апреля. То есть, блин, даже та квартира, которая мне одна понравилась, между прочим, она в этом районе, где я работаю. И по описанию, по фотографиям вообще у меня всё устраивает. Всё как бы написано. Заселение, блин, 14.04. Не знаю, может, сегодня созвонимся, может, посмотреть, может, что-то обсудить. Ну как, ну блин. То есть, видите, то есть не так уже и рано получается. Так что, друзья, скорее всего, именно таким сегодня будет видео. Посвящено разговорам и рассказам о квартирах, которые мы смотрим, какие впечатления, ну и так далее. Не знаю, сейчас мы тоже должны, наверное, будем что-то посмотреть. Ту квартиру, которую нашла я вчера, на что-то никто не отвечает на сообщения. Не знаю, сейчас Антон меня заберёт. Точнее, он уже ждёт. Вот. Может, надо позвонить, а не написать. В принципе, люди, я думаю, уже не спят, как бы уж не утро, да. И два варианта. Просто удалить мои файлы, используйте данную возможность, если вы не расстаетесь с компьютером. А второй полностью чистый диск, используйте данную возможность, если вы утилизируете компьютер. Это займёт несколько часов, написано. Кто так помидоры здесь закрыла? Если вы не расстаетесь, ну я же не расстаюсь с компьютером, значит первое. Почему не? Что давай, блядь, ты сейчас мне тут повозду рассказываешь. Ёбаный. А сейчас ты развиваешься? Кебастос. Я извиняюсь. В таком тоне. Мать, мать. Я не знаю, что с ним. Что ты с этой банкой сделал, Антоник? Могу открыть. Это я спрашивала кто-то, я могу тебе так сказать. Это Ярослаша. Понятно? Ярослаша, привет. Ярослаша, тебе привет. Пока она добрая. Она сейчас будет кричать, поэтому не получится поговорить. А я даже напряглась, с кем ты так мать-перемать разговариваешь. Тебе тоже привет. Ну надо быстро говорить, а то она сейчас начнёт кричать, и ничего не будет слышно. Так что как-то так, ребят, у нас весело, правда. У нас вообще какой-то трешах происходит. У меня села кушать. Короче, какая-то херня опять с компьютером. С квартирами. Ничего мы не посмотрели, ребят. Вот. Там нельзя, там не это, там. Ну, короче. Там уточняют подробности. Я не понимаю, зачем макеры выставляют, допустим. Тут я на паузу иногда нажимаю, камеру устанавливаю, потому что он там белает в труселях по квартире. Вот. Не знаю. Есть варианты, которые... Вот эта одна квартира, мы с ней созвонились. Это женщина, я так понимаю. Хозяйка. Описание. Да, это делёнка, кстати. Но три комнаты с солнечным бойлером. То есть дудшемыш есть. Парковка есть. Мозганы новые в каждой комнате. В цену входит всё, кроме электричества. Ну, мы сказали посмотреть. А, ещё момент, там, вход чуть-чуть как-то. Мы говорим, нам выезжать 6 апреля. Ну, не позже. А у вас заезд 14 апреля. Как быть? А какую-то фигню сказала, типа, папам жутье где-то. На иврите. Вот. И такой момент, что какие-то она задавала странные вопросы. Как мы поняли, что соседка в делёнке, возможно, пожилая женщина. И она спрашивала, типа, пара, муж и жена, молодые, там, сколько в стране, там, работаем, не работаем. Ну, короче. Я говорю, в любом случае, есть такие пожилые люди, которые вообще против любого какого-то момента. Ну, вот у меня тоже в Украине были квартиранты, ребята, молодые, то есть, моложе меня. И там, знаете, тоже соседка немножко там, ну, были какие-то моменты, хотя я не считаю их уместными, эти моменты, замечания. Как хозяйку, да, допустим, ну, типа, ну, как-то, что же надо понимать? Ну, это же не ночью, не утром, это днём. Парень занимался спортом, там, гантели, там, то-сё. Ну, немножко, как бы, был звук, когда он эти гантели ставил на пол, да? Ну, такое. Я говорю, что-то круто напутано и непонятно. Вроде нас всё устраивает, но дата заезда не устраивает. Не захотела показывать нам квартиру. Ну, вот как-то за соседку. Ну, есть вот там такая соседка, которая проблемы создаёт другим соседям. Не проще ли её поменять, а не подыскивать под неё соседей? Ну, в общем, как-то так, ребят. В общем, буду сидеть и кушать. С компьютером будем, типа, что-то решать. Я думала, он мастеру какому-то звонит. Я ещё думаю, что он так разговаривает? Типа, с кем он разговаривает? А он другу, блин, в Словакию. Звонит. Думаю, ну, понятно. Ярик, тебе привет, если ты смотришь не только тебе, Ксюши тоже. Вот. Ну, посмотри дистанционно, как это происходит у нас с компьютером. Ребят, посмотрите на тюльпаны. Они из-за того, что сейчас мозга на отопление включён, они поприоткрывались. Плюс, естественно, ну, как бы на улице сначала же был как бы день. Сейчас ближе уже к вечеру становится. И, возможно, на ночь они будут закрываться, потому что вчера они даже презакрывались. Тюльпаны. Такие вот вообще прикольные, классные. Я думаю, что из-за того, что луковицы, они всё же будут больше стоять. Дольше, качественнее, так сказать. Хотя, вот, видите, листочек желтеет. Листочек желтеет. Не знаю, может потом завтра воду поменять. В принципе, вода нормальная, хорошая. Не знаю, пока запустился компьютер, надо посмотреть. Сериал досмотреть. У меня осталась одна серия. Сериал называется Единождей Солгав. Там всего лишь 8 серий. Новый сериал, 24-го года. Знаете, мне он зашёл. Такой интересный. Я такое люблю. Вот, Антон там, короче, уехал. А причём, когда он уехал, компьютер как бы и не запускался. Я потом, не знаю, через 30 минут перезагрузки запустился. Пока вроде работает. Вот сейчас хочу досмотреть сериал. Единожды Солгав. Сериал Харлана Кобана. Там был отцом моего ребёнка. Так что, друзья, всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Оставайтесь со мной дальше. Всем до скорых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok